Оказывается, мы вот не заметили, Сергей, на 11-й год войны и 3-й год полномасштабный, что у Путина есть цель той войны кровопролитной, которую он развязал против нас. Эта цель, оказывается, нужна СВО Путину для защиты детей в Туве. Согласно новым заявлениям российского диктатора, украинцы, мирно жившие и живущие сейчас в 4500 километрах от Тувы, угрожали тувинским детям. И Путин, и Шойгу, наверное, и Путин пошел их защищать. Он, что ли, уже совсем поехал? Вы недооцениваете масштаб личности. Этому человеку не все равно. У него в управлении самая большая суша на планете Земля, самое большое государство. До каждого ребенка ему есть дело абсолютно. Если вдруг где-то слеза покатилась по щеке, то у Путина есть специальный ядерный ответ для того, чтобы предотвратить, пресечь и наказать. Поэтому в данном случае Украине просто не повезло, что у тувинского ребенка слеза потекла именно по поводу Украины. Если бы не повезло точно так же и потекла по поводу, например, какого-нибудь коварного блока НАТО или Америки, то, конечно, Путин тут же бы напал бы на Америку. Просто Украина самая злая и самая агрессивная, а все остальные ведут себя смирно. Не повезло. Анна Соловьева, наша зрительница, спрашивает, сколько еще будет груза 200, одному Богу известно. Вот пока Путин защищает детей Тувы, по всей видимости. Пока бессмертный на престоле, страна захламнется кровью, молодых, нищетой и разрухой. Живут города в достатке Москва и Питер, а у остальных зарплата 19 тысяч рублей, и то не точно. Но ведь пока он как раз на престоле, это ничего и не закончится, как мы понимаем. У России, у нее есть некое историческое предназначение. Эта страна не создана для счастья. Христианство, оно поделилось на несколько видов. И европейцам досталась версия христианства, католицизм, например, которая считает, что счастье на земле, во-первых, достойно, доступно и, в-третьих, желательно. И, например, католикам не зазорно быть богатыми. А можно уже при жизни, ну, в общем-то, как-то нормально существовать. А если как-то сильно нагрешил, то можно даже сходить за индульгенцией и продолжать жить дальше. России повезло, она выбрала себе православие. Православие не подразумевает, что ты будешь жить хорошо. Это с какой-то стати. Во-первых, ты никто в православии. И хочешь ты или нет, ну, вот Россия, пору, хотим мы этого или нет, она живет по православному канону. В православии подразумевается, что есть некая очень серьезная власть, в данном случае божественная, которая совершенно четко определяет статус человека. И в православии человек – это не личность, человек – это раб. И на религиозной службе, когда он приходит в храм, он должен стоять, либо обязательно падать на колени. Ну, в отличие от католиков, протестантов, у которых служба идет сидячая. То есть ты посидел, послушал, ты пообщался с богом, ты все-таки пришел поговорить практически на равных, потому что мы помним, что человек был создан по образу и подобию божьему. А христианство подразумевает, что, во-первых, ты никто, во-вторых, ты обязан страдать. В-третьих, тебе воздастся не при жизни. Вот здесь ты должен терпеть, ты должен замаливать грехи, ты всегда виноват. Во-первых, то, что ты родился – это уже ошибка, потому что рождение человека в христианстве – это первородный грех. То есть ты вообще-то понимаешь, что ты еще ничего не сделал, ты уже никто, ты уже грешен. Ты, ну-ка, быстренько падал ниц, на четвереньки ползи к паперти и вымаливай себе прощение за сам факт своего рождения. А сверху на вот это великолепие совершенно взаимоотношений морального составляющего человека, когда он идет к богу за помощью, а ему говорят, ну-ка, на колени быстро. А что ты тут приполз? Ты при жизни хочешь жить нормально? Вот пока ты здесь, на том свете тебя воздастся. И ты всегда виноват, и ты всегда никто, и над тобой всегда кто-то есть. И сверху на это еще падает очень тяжелое историческое предназначение – миссия России. Миссия России всегда воевательна. Россия во все войны вторгается не потому, что у нее есть в этом какая-то выгода, есть интерес, а только потому, что то попросили, то было скучно, а то почему бы и не встрять. Если посмотреть исторический период, который у нас обозревают через кривые учебники истории, например, начиная с 1904 года, то, в общем-то, делать было нечего там, в районе Порт-Артура. Это были экономические разборки, когда нужно было помочь российскому региональному бизнесу так или иначе оказаться чуть сильнее, чем Япония, которая злоумышляла на континенте, она выплеснулась со своих островов, и не имея, в общем-то, серьезных экономических преимуществ, тем не менее, разрасталась прямо вот, смотрите, здесь на глазах, и после этого хотела что-то, а там же еще и КВЖД, а тут наши интересы, при том, что границы чисто политические на тот момент там отсутствовали. Если посмотреть географические карты, там, 1901, 1902, 1903 года Российской империи, то там где-то на окраине между Россией и каким-то абстрактным Китаем, там пунктирная линия, потому что непонятно, а где тут чье. И Монголии там вообще на этой карте нет, как государство. Это разговор о том, куда сейчас едет Путин. Если он так любит историю, то почему ему не аннулировать Монголию, которая, в общем, появилась в 1902 году, до этого не существовала. Но Россия, она во все войны вторгалась именно потому, что у нее предназначение воевать. У тебя население, которое рабы, которые виноваты сразу по факту своего рождения, и они знают, что всякая власть в России от бога. То есть богов на самом деле два. Ведь в России же не случайно герфт углавый. В России две столицы, два варианта руководства. До недавнего времени было два президента, там Медведев и Путин. В России это настолько удивительная страна, что даже первых каналов телевидения, то два. Есть первый канал, а есть первый канал. Один из них называется Первый канал, второй называется Россия-1. Вот так вот. Тут все первое в России. И Россия, она управляется, соответственно, по божьему промыслу, учитывая, что люди грешники и не имеют права на счастье, а также в соответствии со своим историческим предназначением всегда воевать. Всегда воевать. 1904-1905 год. Обязательно нужно воевать. Первая мировая война. Как к ней готовилась Российская империя? К ней готовились все Российские империи, а Российская оказалась не готова. В промежутке между Первой и Второй войнами, Первой и Второй международными войнами. Кто сейчас помнит про армию алтайцев, их там неты, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе? Никто. Куда была введена Красная армия для того, чтобы отъесть кусок Китая, потому что во что бы то ни стало, было любопытно там повоевать. За интересы кого? За интересы мусульманского уйгурского населения, угнетаемого титульной нацией. Россия, какое дело до этого и социальному союзу? Ну как же? Там же, если мы, там будет пролетариат, давайте мы поможем пролетариату, потому что его там нет, а мы его там создадим после этого пролетарскую революцию. То есть, если Российская империя была, согласно учебнику истории, жандармом Европы, то Советский Союз был создан как страна для войны. И не случайно у Советского Союза на гербе весь земной шар. И добрый дедушка Ленин, миротворец, когда ему принесли макет, он перечеркнул меч, потому что задача Советского Союза была, это война во всем мире и утверждение революции на штыках. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, не подразумевалось мирным путем в результате голосования пролетариата за международное объединение. А только в результате братской помощи угнетенным народом со стороны народа освободившегося. Именно отсюда и как раз пошел советский солдат-освободитель, который в том числе в Торпсе почему-то в 29-33 году, понимаете, 1933 год, армия алтайцев громит местную власть в Китае. С какой стати? Ну, потому что нужно пролетариат. Потому что Советский Союз, в отличие от Российской империи, которая была жандармом Европы, но иногда позволял себе периоды мира, Советский Союз периоды мира ни в коем случае не подразумевал и себе не позволял. При этом мы помним сталинскую работу о усилении классовой борьбы по мере построения социализма. То есть чем глубже ты залез в социализм, чем ближе ты, наконец, подкрался ко всеобщему счастью пролетариата, а заодно рабочих и крестьян, ну, и за немножечко прослойки, то, что мы помним, интеллигенция по Ленину была прослойкой, а не социальным слоем. Тем, соответственно, у тебя яростнее борьба, поэтому у тебя много внутренних врагов, поэтому у тебя гулаг. На этом фоне вопрос, когда все это прекратится, когда Россия напьется кровью? Никогда. Россия всегда будет воевать. Россия за не менее внешних врагов будет уничтожать внутренних врагов. В России всегда будет один и тот же сценарий. Очень короткий период оттепели. Первые оттепели, вторые оттепели, Грущевской, Горбачевской. Или, например, мы помним, что дочка Петра, войдя на престол в 1741 году, если не ошибаюсь, она устроила 20-летие без смертельных казней. То есть казни были, но в Российской империи так получилось, что вот она, в силу разных причин, посчитала необходимым, пожалуй, не применять смертельную казнь. Наказывать можно, но не убивать. Был короткий период. Вот была в том числе оттепель Хрущевская. Была Горбачевская оттепель. И всегда после этого, во что бы то ни стало, обязательно, власть достается еще одному палачу. Она во имя... Власть в России важнее человека. И, соответственно, во имя власти во что бы то ни стало необходим сценарий, а сценарий этот прописан. Россия всегда на крови. И это либо внешняя экспансия, либо внутренняя, либо две одновременно, как сейчас. Потому что убивают украинцев, убивают внутри России последних, кто не уехал, кто не согласен, кто открыл рот. Причем сейчас мы видим, что идет нарастание репрессий, потому что те, кто попал в тюрьму, уже оттуда не выйдут. Политически из тюрьмы не выйдут, они будут там уничтожены. Тем или иными способами, которые остались от ГУЛАГа. Поэтому ГРУС-200 для России это норма. Для России это не аномалия. То же самое, как норма стоять на коленях, вымаливая прощение, в том числе за факт своего рождения, вымаливая прощение за то, что ты просто живешь в России. В России жизнь платная, поэтому ты перед Россией всегда в неоплатном долгу. И неважно, чем ты его выплачиваешь. Своей жизнью, службой в армии, или, например, какими-то иными странными удивительными обязательствами. Но Россия именно так устроена. Поэтому здесь параллельно с вопросом, когда же закончится ГРУС-200? Никогда. Когда же в России начнется нормальная жизнь? Никогда. В России никогда не будет нормальной жизни. В России будут изредка периоды затмения, когда то императрица почему-то решила, что не надо казнить, то генеральный секретарь почему-то выпустил всех из ГУЛАГа, то президент СССР решил, что давайте мы хорошо поживем, может быть, квартиры людям раздадим, может быть, автомобиль придумаем, может быть, просто устроим рыночные отношения. И все это обязательно потом. Сначала под бульдозер, потом под танк. Ах, в чем я виноват? Молчи, устал я слушать. Досуг мне разбирать вины твои, щенок. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Почему-то вспомнилась мне эта басня Крылова, Сергей, в связи с теми реалиями и в связи с обсуждаемыми нами темами. Диктатор защищает детей, то, увы, непонятно, к чему ведет остатки некогда нормальной, возможно, жизни в Российской Федерации. Он также делает вид, что ничего не происходит на территории Курской области. Там почему-то Путин не спешит защищать ни детей от неонацистов, ни других жителей. Ну, разве Шамана и Лепса пошлет. Ну, вот Путин сегодня тоже перед школьниками, которых, я думаю, в День знаний больше всего интересовал вопрос Курской офенсивы Силы обороны Украины. Вспомнил о ней и Путин, который периодически, ну, в лучшем случае, раз в две недели о ней вспоминает. Давайте мы послушаем кратко, как же он сейчас видит события, ситуацию, простите, как он называет войну, которая вернулась на территории России, там и обсудим. С этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, именно в Курской области, с их попытками достабилизовать ситуацию в приграничье в целом. Тяжелые испытания, особенно в Курской области, но главная задача, которой противник стоял перед собой, остановить наше наступление в Донбассе, они не достигли. Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться там по 200-300 метров вперед. Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы стоят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами. И вот россияне, смотрящие наш стрим сейчас в прямом эфире, нас почти 5000 человек сейчас смотрят, друзья, ставьте свои лайки, пишите комментарии. Напомню, Сергей Астанян, журналист и ведущий программы «Ходорковский лай» вместе со мной, Ириной Узловой, пишут, да, Путин облажался с Курском, его рейтинг сегодня нулевой. Дальше сравниваем, что рейтинг нашего президента, как будто им, конечно же, не нравится. Но у Путина есть шанс подняться, это всех вторшихся в Курскую область обнулить, да? А почему мне кажется, что Путин, который не признает, что это война, не вводит военное положение, ничего практически не делает, только куролесит по всему миру, не собирается никого обнулять и останавливать месяц, как началась инвазия на территорию Курской области? Украина всему миру продемонстрировала слабость России. Вот до того момента были какие-то сомнения. Вдруг действительно у России есть красная кнопка? Вдруг действительно в России неиссякаемые резервы людей, солдат, оружие? Их можно всех так или иначе собрать в армию и как-то, может быть, не то чтобы выиграть войну, но, по крайней мере, ее закончить на своих условиях. И Запад, который на самом деле знал, что это не так. И американская разведка, которая совершенно никогда не ошибалась, и вообще американцы, они почему-то всегда все знают, знают первыми, знают точно, и с этим ничего поделать нельзя. Ну, вот такие удивительные профессиональные ребята. Они всегда говорили, что да нет ничего, нет никакой красной кнопки. Когда русские захотят устроить ядерный удар, они единственное, что получат на своей территории, это ядерную катастрофу. Ну, потому что оно не работает, не летает, оно не ездит, не плывет, оно не заводится. И Украина очень долго как раз своей жертвенностью показывала недееспособность и Путина, и армии. Потому что Великая Россия с огромной армией навалилась на беспомощную Украину, а в глазах России как раз Украина, она беспомощная, именно поэтому на нее нападают. То есть была бы сильная, не напали бы. А тут было, сами себе доказали, что, конечно же, слаба, и сейчас нападем и Киев за три дня. И то, что два с половиной года вот эта вот Великая Армада не может ничего поделать с Украиной перед миром, выставленной потом предварительно на разогреве как слабая, недостойная, политически несамостоятельная. То есть по всем параметрам Украина ничего не может ни воевать, ни управлять, ни политического веса себе заработать. И вот великолепный совершенно, очень показательный контраргумент. Осмотрите, как действует Россия, когда у нее действительно приходит враг, отчуждает землю. Напал, взял и не отдал. Хотя, на самом деле, после атаки по Кремлю дронами уже все было понятно. После того, как в Московский Сити визитная карточку страны и империи, Москвы, прилетело и не было ничего, никакого ответа и никакой защиты, потому что второй раз прилетело опять-таки по Сити и выяснилось, что не успели не смогли, а на самом деле не имели ни желания, ни возможности защитить, защищаться. Ну хорошо, кто-то что-то не понял. Украина показала. Вот теперь это Курская область, это часть Украины. И вот там население, которое, кстати, при высоком рейтинге Путина, который вот выяснилось, что обнулился только сейчас, а до этого это был высоким, почему-то не ушло в партизаны. Вообще-то ожидалось, что если вот так все счастливы от того, что через головы, прямо вот через Рыльск, прямо через Львов, прямо через Теткина, летят ракеты в Украину и убивают украинцев, а теперь полетели в обратную сторону. А вот когда они летели туда, народ был за, а теперь, когда полетели в обратную сторону, народ вместо того, чтобы эвакуироваться, должен был весь поголовной эти партизанские отряды. И украинскую армию должны были встретить не бабушки, которые говорят, милок, а где тут пенсия-то моя, а должны были встретить крепкие бойцы за справедливость, которым тоже тувинские дети, их слеза, конечно же, ранит сердце. И должны были встретить украинские танки, противотанковые рвы, партизанские отряды, а в Пурской области, в общем, партизанское движение существовало. Там люди знают, как пользоваться, в том числе, греческим огнем, он же коктейль Молотова, и вообще, как выкопать ямку, в которую танк свалится, и в принципе, чем можно там пойти на пехоту в рукопашную. Их не было. То есть население спокойно смотрит, о, эти ушли, те пришли. Что произошло, где мой хлеб, где мой телевизор, верните пенсию. Но Украина показала, она забрала Курскую область, и Путин месяц ничего не может сделать. У него нет войск, у него нет генералов, у него нет воли, у него нет партизанского движения, у него нет одобрения. Население очень инфантильное. Оно сидит в недоумении и говорит, ну, Путин, ты нам обещал, что у нас все будет хорошо. Что бы ты с нами ни делал, что бы ты с украинцами ни делал, у нас не причастны. Все будет хорошо. И хлеб, и пенсия, и телевизор. А теперь этого не стало. Ничего. Как же так? При том, что это не вопрос, требующий какого-то ответа. Это недоумение, выпущенное в воздух. Потому что никто Путина к ответу призывать не собирается. Президент, который гарант. А в Конституции в том числе прописана территориальная неприкосновенность. То есть Путин напрямую отвечает за отсутствие куска Курской области. Потому что он гарантирует, что это не произойдет ни при каких обстоятельствах, никогда, ни по одному сценарию. Месяц уже происходит, и Путин, а что мне в Ламбатор-то не съездить? Да, кстати, мне и, наверное, в Баку есть о чем поговорить. И, наверное, еще я, пожалуй, по Чечне проедусь. Потому что там мною недоволен Розан Кадыров. А это все-таки мне тревожно. Благо, чеченизация России еще не завершена. Надо доработать эту тему. А Курская область что? Вот Курск для Путина в данном случае ничем не отличается от того же самого одноименного Курска 20 лет тому назад. Она утонула, а этот Курский я потерял. А ответ какой по этому поводу? Путин. Это недопустимо. Путин, ты обязан. В Монголию поехал. А Путин тем временем говорит, что маленькие члены его семьи говорят на китайском языке и говорят свободно. А к чему эти готовятся? Возможно, эвакуироваться в Китай? Когда Путин говорит о своей семье, видимо, он подразумевает весь многомиллионный советский народ, который является общностью, а не народом. Мы помним, что в советское время это называлось «В СССР создана уникальная общность советский народ». И все дети Путина. Мы видим, что и бабушек у него обезумевших много, и дедушки у него в общем-то так себе, и молодежь у него подросла, довольно покорная, не очень умная. И детей у него много, часть из них учит китайский язык. А вообще понять, кто у Путина дети, ведь это две самые страшные тайны российской журналистики в те времена, когда она существовала. Это деньги Путина и семья Путина. Если за семью Путина тебя просто сажали, за деньги Путина, за попытки найти деньги Путина, расследовать финансовые потоки Путина, за это убивали сразу. То есть большая часть российской журналистики полегла только вот на этих расследованиях. Спрашивают наши зрители, что там случилось с Лавровым все-таки. Поговаривают и показывают кадры российские пропагандистские ресурсы о том, что министр иностранных дел Российской Федерации выступает онлайн перед студентами МГИМО. Ну, мы не можем достоверно, конечно, знать, что там с ним происходит. Разные из версий. То сердечный приступ, то где-то он повесился. Наша разведка вроде как говорит, что тоже точных данных нет, но все с ним в порядке. Ну, вот главное, как по вашей оценке, что с такими военными преступниками лучше могло бы случиться в перспективе? Та же ГАА, как где-то вместе с Путиным, или если они своей смертью, или не своей, я тоже там по указанию Кремля отходят в ад иной, который они заслужили. Это тоже, в принципе, ничего так. Вообще-то, конечно, было бы здорово эта задача международного сообщества скрестить пальчики, чтобы все эти люди еще пожили, чтобы они еще дотянули до трибунала, потому что и Риббентроп, мы помним, как закончил министр иностранных дел у Гитлера. Но Лаврова так или иначе отремонтируют, так или иначе предъявят, потому что Лавров не случайно столь долгий, фантастически долгий период занимает это кресло. Он очень нужен, он очень важен, и Лавров, вот эта говорящая лошадь, он прекрасно совершенно знает свою задачу и ее исполняет. Ведь министр иностранных дел это должность очень опасная, потому что ты должен всегда, с одной стороны, понимать хозяина, ты все-таки обслуживающий персонал, твоя задача вылезать его сапог, но при этом ты должен еще казаться самостоятельным, представляющим внешнюю политику государства. Очень сложная задача, потому что ты должен быть с Путиным на одной волне, с администрацией президента ты должен согласовывать слова, позиции, отношения к тем или иным оппонентам и союзникам. То есть тяжело крутиться на горящей сковородке. Он умеет это делать прекрасно. Поэтому даже если он и умер, то об этом мы узнаем нескоро. Но, знаете, по старому анекдоту про Брежнева. Вчера на 99-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни, не приходя в сознание, Леонид Ильич Брежнев приступил к работе. Поэтому и Лавров до тех пор, пока он может работать хотя бы от сети, он будет работать. Сергей, ну и на окончание нашего разговора прилетала и по Москва-Сити, по башням пресловутым, которым так гордились россияне, да и по Москве. Да вот мы увидели до двух сотен практически дронов атаку в ночь на 1 сентября осуществленную, как говорят россияне, киевским террористическим режимом и беспилотниками самолетного типа. И Сергей Собянин, который всю ночь постами в телеграме сбивал дроны, а на самом деле и по НПЗ в Москве тоже прилетела, говорят ожидает к зиме и к холодам больше систем ППО над Москвой, возможно ему помогут, но кажется, что наверное и нет. Прикроют ли Москву и Питер или тут сглотнут и будут дальше делать вид, что ничего пока еще не утонуло. Вот Курская область всю войну была под обстрелом и никакого ППО там не оказалось, а потом если у нас что и армии нет, пожалуйста заходи. Кстати, армии и дальше тоже нет, поэтому можно заходить с любого фланга, совершенно с любой стороны. И Москва не прикрыта ППО, и не будет она прикрыта ППО. Москва не является главной целью. Главная цель, главная задача ППО это прикрыть Путина, где бы он ни находился. Важнее Путина в этой стране ничего нет, поэтому Москва, она открыта, и прилет по НПЗ в Капотне очень показательный. Капотненский завод нефтеперерабатывающий, ключевой для Москвы, как только он встает на ремонт или на техрегламент, в Москве заканчивается бензин, начинается коллапс, ну и растут цены. Он находится внутри городской черты. То есть Москва это такой удивительный город, который зачем-то столица мира, политический центр, бизнес-центр, она имеет не только дворцы стекла и бетона для клерков, которые делают деньги, но еще реальное производство. И в черте города есть такая вонючая точка, отвратительная, омерзительная, отравляющая людям жизнь. Капотненский нефтеперерабатывающий завод. Причем он каждый год травит людей так, что их отправляют пачками в больницу, и когда, ну например, местный санэпиднадзор вдруг по какой-то причине кормящийся на взятках этого завода вынужден обозначить какую-то борьбу, выступить с каким-то заявлением, то нефтеперерабатывающий завод говорит, минуточку, мы квоты соблюдаем. В России есть государственные стандарты на отравление населения. Сколько людей в год мы имеем право убить превышением допустимой концентрации отравляющих веществ в воздухе. Мы в эти квоты полностью укладываемся. Мы их выкупили. Поэтому в рамках стандарта все, кто погиб, абсолютно погибли по ГОСТу. Поделать с этим заводом ничего нельзя. Он принадлежит ТНК, и это серьезное производство. Нефтяники в России, ну помимо того, что они самые бедные, поэтому на бензин нужно скидываться налогами, они еще и самые влиятельные. Против ТНК поделать ничего нельзя. ТНК на этом заводе, она будет всегда до тех пор, пока Украина не избавит Москву от этого экологического очага катастрофы. Украина начала избавлять. Но учитывая, что НПЗ важнейший, крупнейший, ключевой для Москвы, оказался не прикрыт ПВО. Прямо совсем. Значит, он не входит в зону интересов российского правительства. Значит, Россия, Москве, Путину абсолютно безразлично, что у него прямо в городе, внутри, внутри Московской кольцевой находится градообразующее предприятие, без которого в Москве ничего никуда не едет. Ты подумаешь, Курская область, подумаешь, НПЗ, ничего страшного. Поэтому Украина и мир даже не представляют, до какой степени Россия не готова безалаберно, беззащитно и открыто для абсолютно всех. То есть, вот сейчас Россия в очередной раз доказала, что она недееспособна ни по одной из своих заявок. И вот эта вот брутальная крутизна, мачо, у которого стоит калоприемник или носит отдельно калоприемник, она полностью совершенно придумана из картона, из бумаги и выкликнута из папье-маше. Конечно, можно в это верить. И величие памятников Сталину на 40-метровых производило впечатление на современников, но это абсолютно не говорит о том, что мир должен бояться, а Украина, которая доказывает каждым своим очень точным попаданием абсолютную недееспособность и бесполезность России, она будет продолжать и выяснится после следующего попадания, что оказывается ПВО не прикрывает в Москве и все остальные объекты, и не только в Москве. Потому что Россия для Путина разменная монета. У Путина свои интересы. Вообще, в принципе, у Путина у него же изначально была задача сдать Россию в аренду. Это были очень серьезные экономические проблемы 2008 года, того международного кризиса, когда стала понятна несостоятельность российской экономики. Ну, народу об этом не сказали. Это как-нибудь в следующем эфире мы можем позволить себе более точно обозначить, но вывод тогда был такой, в 2008-м. Каждый рабочий в России, вставший к станку, наносит ущерб экономике. Задача России сдать страну в аренду, потому что любое производство разоряет. И этот момент, он был как раз очень четко заметен на болезненных для России отраслях, когда нужно было во что бы то ни стало снизить цены и поднять качество. Единственный был вариант покупать за рубежом. Потому что российский аналог стоил в три раза дороже, был в три раза хуже. Неважно чего. На близкой мне теме, например, боеприпасов и парохов, я был на совещании заводов по производству боеприпасов. Это закрытое отраслевое совещание. И там говорили о том, что российские патроны очень плохие по качеству. Это был где-то, наверное, 2018 год. И директора заводов один за другим. Их поднимали, там все-таки это был министерский уровень, а у вас что на Барновольском заводе, а у вас что на Тульском заводе. И у всех одно и то же. Для того, чтобы выполнить задачу партии, мы пошли на закупку импорта. Теперь у нас импортная гильза, импортный порох, импортная пуля, импортный капсюль, импортный лак. В результате у нас в три раза выросло качество, у нас в три раза упала себестоимость. Вот Россия, она такая. И поэтому Россия, в которой вот все вот так, она готовилась к войне, не имея патронного производства. А чем она сейчас воюет? Ну вот оно такое, вот оно не всегда попадает, не всегда стреляет, не всегда летит, не всегда взрывается. Но то, что взрывается, к сожалению, все равно убивает. В остальном мы видим, что в России не стоит задача никакая из тех, которые нам очевидны. То есть Россия, ты, кажется, напала на соседнюю страну, ты хочешь воевать. У тебя для этого что-то есть? Даже для этого у тебя ничего нет. Когда другая страна дает тебе сдачи, у тебя что-то готово, а ты не то что не ждала, ты за два с половиной года даже не догадалась, что такое возможно. Когда это стало очевидным, у тебя не оказалось ни ресурсов, ни способности приготовиться к этому. Поэтому НПЗ непосредственно в Москве, ну просто скажите спасибо, что Украина направила туда один дрон. Было бы пять дронов, там была бы сейчас большая воронка, и наконец-то в Москве перестало бы вонять. Ну, по крайней мере, из этого места. Но такие способы решения экологических проблем Россия, конечно, тоже не приветствует, но выяснилось, что она не готова никогда и ни к чему. Россия выстроила бумажный образ нынешнего товарища Сталина, и, как и говорил посол Германии после 1939 года и провальной атаки России и Советского Союза на Финляндию, Советский Союз – это колосс на глиняных ногах. Ничего не изменилось с тех пор. Поэтому Россия полностью беззащитна, и Россия не входит в приоритеты Путина, который мечтал ее сдать в аренду, начиная с 2008 года, когда стало понятно, что экономический коллапс не позволяет в принципе свести концы с концами. Все, что делает Россия, получается в три раза хуже, в три раза дороже, чем есть у соседей. И оружие – то же самое. Но в этой связи что остается делать? Вот так вот впрямую сказать, я с 2008 года мечтаю сдать Россию в аренду, никто не берет, поэтому защищать я ее не буду. Защищать не будет. Но сдать Россию не получается, поэтому приходится на фоне того, что происходит очевидно, Курской области забирайте, в Москве стреляйте, показывать силу Путина, декларируя средства пропаганды, его величия и возможность доплевать на Гаагский суд. Остается только пропаганда, остается только хорошо поговорить на фоне фактов, которые не позволяют хорошо поговорить. И хорошо сделать. Сергей, знак воскресания ставлю я нашим с вами комментариям, вашим, конечно же, и три точки ставим мы в тех темах, которые мы начали сегодня, будем обсуждать и дальше. Благодарю вас искренне за этот эфир, за ваши знания, аналитику и за настроение. Всего доброго, берегите себя. Друзья, приветствую вас на ютубе 24-го канала. Меня зовут Анастасия Норицына и Владимир Милов сегодня вместе со мной. Владимир, здравствуйте, рада приветствовать. Здравствуйте, рад вас видеть. Военная экономика России поможет ей воевать еще 5-6 лет, пишет об этом французская газета Le Monde. Ее издание анализирует три фактора роста, огромные суммы, потраченные на военную промышленность, оплату труда, контрактников и пособия семьям на смерть. Говорят, что появилась вообще странная экономическая модель, согласно которой мертвый россиянин зарабатывает для своей семьи больше, чем живой. И фактически, если мужчина решил пойти воевать, и он, например, умрет в возрасте 30-35 лет, то его смерть будет более выгодной с экономической точки зрения. Владимир, а как вы думаете, возможно ли по этим трём факторам делать выводы? Нет, конечно. Меня, честно говоря, немножко удивляет. Вот вроде западные аналитики и журналисты как-то в последние месяцы начали лучше понимать, что происходит с российской экономической моделью. Но вот буквально в последнее время появилось вот несколько таких публикаций. Помните, ещё была вот там пару недель назад статья в «Икономисти», где, с одной стороны, они действительно вот рассказывают про все эти военные выплаты, как якобы драйвер экономики. С другой стороны, там всё время фигурирует вот эта фраза про пять или шесть лет, на которые ещё хватит деньги. Вы знаете, просто чтобы это опровергнуть, я там даже не буду долго говорить, но вы, например, можете зайти на ютуб-канал российского Центробанка, «Банк России» он называется, да. И там последнее видео, это пресс-конференция заместителя председателя российского ЦБ Заботкина, который вот в преддверии заседания 13 сентября по ключевой ставке Центробанка, он так описывает экономическую ситуацию. Описывает очень мрачно. Он, например, говорит, что вот эти вливания бюджетных денег в военную экономику, ну, прям не называя там своими именами это всё, у нас в российском изоповом языке называется бюджетный импульс. Ну, все понимают, что это такое, да. Вот, он говорит, что это очень мощный проинфляционный фактор, и что в том числе это одна из причин, почему инфляцию погасить не удаётся, а если её погасить не удастся, то денежная политика Центробанка на несколько лет вперёд будет очень жёсткой, и кредиты будут недоступны там, и всё такое прочее. И вот он говорит, например, что в базовом сценарии Центробанка экономический рост в следующем году схлопнется до полпроцента или одного процента в таком коридоре. Это буквально вот на фоне того, что там некоторые западные журналисты продолжают публиковать вот эти вот фанфарные такие статьи, что российский ВВП там растёт на 3,5-4 процента и так далее. Но это всё новости вчерашнего дня, потому что реально это затормаживается, всё буквально на глазах, и вызовы здесь очень серьёзные. Поэтому я не знаю, я как могу там призываю западных комментаторов всё-таки глубже смотреть на то, что у нас происходит. Там совершенно точно нет никаких 5-6 лет. И в целом вот эта военная экономика, которая основана на вливаниях военной заводы, на выплатах там воюющим, погибшим, но это чистая реплика Советского Союза, потому что в СССР действительно был какой-то вот слой там в пределах 10% населения, который очень хорошо жил, потому что он работал на военные расходы, на военных предприятиях, они получали там какие-то баснословные зарплаты. И вот если, допустим, западный корреспондент бы съездил туда, то вот он написал бы тогда статью, что в СССР всё хорошо. Но потом всё это очень быстро рухнуло, потому что оказалось, что эти расходы не за счёт чего поддерживать. И здесь мы видим, что и нефть не дорожает, и даже дешевеет, что Путин там продолжает терять деньги по разным другим направлениям, что у него заблокированы международные расчёты. В общем, не знаю, где они взяли эти 5-6 лет. Я думаю, этих журналистов лучше самих спросить об этом. Так, друзья, у нас ещё один собеседник, поэтому поставьте обязательно свой лайк. А я вот, Владимир, думаю, возможно, это западные СМИ не просто так пишут именно такие сообщения, что вот якобы российской власти выгодно продолжение войны чисто по экономическим причинам, что процветает экономика как раз благодаря тому, что Путин продолжает эту войну. Может, это такая стратегия навязать России долгую войну на истощение в надежде на начало внутренних потрясений в РФ? Ну, вы знаете, вряд ли это прям так настолько глубоко. Я считаю, что здесь есть две причины. Первая – это, к сожалению, такое вот явление, которое называется негативный медиауклон. Американский Brookings Institution вот в январе опубликовал такой большой интересный доклад об этом. Почему американцы считают, что в Соединенных Штатах плохая экономическая ситуация, когда на самом деле она рекордно хорошая по историческим меркам? Одна из ключевых причин, потому что СМИ в основном дают только негативные новости, а люди же вот их читают там и так далее. То есть здесь тоже у западных журналистов не принято хвалить своих политиков. Типа, какие вы молодцы, ввели санкции, оказываете помощь Украине, вот не дали Путина Украину захватить. Там так не принято писать. Там принято писать, все плохо, вы все завалили, там, значит, у Путина отличная военная экономика, все работает и так далее. То есть, вы знаете, я только что вернулся, я вот был в Праге на таком международном форуме по геополитике и безопасности, который называется GlobSec. Вот, и там я тоже с рядом журналистов там разговаривал, брали у меня интервью, я вот задавал этот вопрос, а что вы пишете-то вот это все, типа не поинтересовавшись там ситуацией, чуть-чуть поглубже. Ну вот там один сказал, они говорят, ну мы в икономисти прочитали, мы прочитали в Блумберге. И фактически такая вот культура перепечаток без заглядывания вглубь. И второе, ну конечно, здесь работает путинская информационная спецоперация, потому что они специально, у них там работает просто большое количество людей, которые заточены на то, чтобы выбирать отдельные данные, выгодные им для формирования хорошей картинки, и скармливать вот в том числе и западным журналистам, западным полисимейкерам. Неизбежно кто-то скармливается и попадается на это дело, да. Вот, кстати, на GlobSec там одна из закрытых сессий была посвящена именно влиянию санкций на российскую экономику. И вот один из выступавших, там как бы не положено называть кто именно, но он прям выступил с такой очень мощной и злой речью, что нам надо переставать вот перепечатывать эти путинские заголовки про хорошие новости, потому что фактически это участие в путинской информационной войне. Если не 5-6 лет, как пишут западные страны и западные журналисты, то по вашим прогнозам, сколько военная экономика России может еще воевать? Ну, я думаю, что максимум, что она может это закончить вот этот 24-й год. То есть, вот уже после 1-го января развилка станет достаточно жесткой, что денег на продолжение вот такой экономической модели нету. То есть, сейчас планируемый дефицит федерального бюджета на этот год, он равен примерно половине оставшихся живых денег в фонде национального благосостояния, так называемой его ликвидной части. То есть, у них останется на 1-е января, если вот они потратят, сколько планируют на покрытие дефицита. У них останется типа 2,5 триллиона рублей. Всего-навсего это хватает для того, чтобы финансировать военные расходы в течение там, я не знаю, двух месяцев, ну, трех может быть, да. Вот. То есть, фактически не остается у государства вот этих финансовых резервов. Они пытаются еще только не делать, налоги вот существенно повышают там, но тем менее им не хватает все равно. Поэтому вот здесь вопрос в чем? У меня такое ощущение было, что Путин хочет просто дотянуть все это дело до ноябрьских выборов в Америке, дождаться победы Трампа, ну, а дальше там посмотрим, война план покажет. Но уже входить в 25-й год вот так легко не получается. И вот смотрите, здесь будет очень важный сюжет буквально в ближайшие недели. Мы тоже об этом говорили с вами. До конца сентября российское правительство должно внести в Государственную Думу проект закона о федеральном бюджете на 2025 год. Вот там будет видно, насколько у них большая военная дыра. То есть, стоит, скорее всего, по моим предположениям, стоит ждать опять существенного роста военных расходов. При том, что доходы не растут, нефть падает, и в целом у российского бюджета с доходной частью большие проблемы. Вот этот вход в 2025 год для них будет уже очень болезненный. То есть, в 2025 году продолжать такую кавалерийскую вот эту вот расходную политику они уже не смогут. То есть, это вопрос не каких-то там лет. Это вот буквально вопрос, что они будут делать с 1 января. Поэтому здесь надо продолжать вот это санкционное давление, лишать Путина остатков денег. И я вижу, что многие на Западе это понимают. Но то есть, вот мы к этому периоду, когда у них прям вот уже не останется возможности так финансировать войну, мы прям близко-близко к нему. Вот если денег нет, то есть ли у Путина, например, еще оружие там условно на год продолжения войны? Потому что сейчас СМИ пишут, что и там просто промышленного производства тоже в РФ замедлились. И вообще с производством оружия тоже не все так хорошо, как бы хотелось Путину. Там ситуация делится на две части. Есть то, что попроще. Например, вот статья, которая называется «Готовые металлические изделия» это оружие и боеприпасы. То есть, вот там снаряды, условно говоря, артиллерийские туда входят. И ракеты, например, тоже. Там довольно высокие темпы производства. То есть, это где-то 20-30% роста в годовом выражении. Но совсем что сложнее, например, боевая техника, которая у нас в статистике называется «прочие транспортные средства». Это танки, различные боевые машины, самолеты. Там действительно темпы роста производства очень сильно упали. В июле месяце они упали до 5% в годовом выражении. Если посмотреть на графики, они вот прям последовательно падали в течение предыдущих месяцев, это говорит о чем? Что у них нет свободных производственных мощностей для того, чтобы они очень зависят от западного оборудования и компонентов, которые даже не только западные, а хотя бы даже и китайские, но их все сложнее ввозить из-за вот этих серьезных трудностей с международными расчетами. Поэтому здесь все делится вот так пополам. Все, что проще, типа артиллерийские снаряды, ракеты, например, электроника, дроны и так далее, они могут выпускать. Но по боевой технике мы видим, что не обеспечивается даже простое воспроизводство того, что выбывает на фронте. Доказательством этого того, что мы видим старые образцы техники, и там постоянно массированно используются, типа танк Т-62М у нас там активный участник боевых действий и прочее, который СССР, я напомню, перестал выпускать в 1975 году. Сняли его тогда с производства. Поэтому вот по боевой технике довольно сильно видно, что у них возможности уже встали для того, чтобы производство наращивать. И фактически выбытие того, что подбивают на фронте, оно быстрее происходит, чем вот они ремонтируют и производят новый. Поэтому тоже я не вижу здесь ни по военному производству, ни по живой силе. Это отдельная проблема. Мы видим, что некого им перебросить, особенно вот в Курскую область. То есть с самых разных сторон, от денег до военной промышленности, до дефицита живой силы, в общем-то видно, что каких-то ресурсов прямо на долгую-долгую войну у Путина-то нет. Жаль, что проблем с ракетами у них тоже сейчас нет. И мы видим сообщение о том, что и Иран может поставить в Россию баллистические ракеты. Блумберг об этом сообщает. Ну и также Северная Корея помогает Путину. Почти каждый день к нам прилетает баллистика, именно северокорейская. Кто еще может помочь Путину, если даже не с ракетами, то вот, например, с танками и с такой машиной? Думаю, что никто, потому что за два с половиной года после начала полномасштабного вторжения, если бы были желающие, мы бы уже это дело увидели. Вот. И все очень сильно боятся, потому что именно тем, кто поставляет любую продукцию, связанную с введением войны в Россию, вот Запад и Соединенные Штаты прежде всего угрожают наиболее серьезными мерами и санкциями. Вы знаете, я вот по Ирану тоже, это, конечно, возможно. Иран поставлял Путину оружие, но я бы здесь все-таки действовал по формуле «я поверю, когда увижу», потому что вы знаете, что в Иране сменился гражданский президент, и вот новый лидер пришел к власти Масот Пизишкян. Он не все может, и гражданская власть сильно ограничена верховной властью Айитол, но, тем не менее, Пизишкян откровенно делает такие сигналы, что он готов к возобновлению переговоров со странами Запада по ядерной сделке. Но у меня ощущение такое, что если вот он прям начнет место в карьер в первые же месяцы правления поставлять Путину прям ракеты, о чем долго шла речь, но Иран так и на это не решался, то это похоронит шансы на диалог по ядерной проблеме. Поэтому давайте вот здесь осторожно посмотрим. Единственный, кто так отмороженно пока что соглашается поставлять оружие без оглядки на что бы то ни было, это Северная Корея, но и там это совершенно недостаточно для того, чтобы Путину эффективно вести войну, потому что видно, что Северная Корея поставляет боеприпасы и оружие в основном со складов. Склады – это вещь такая, лежит оно там давно, когда вы начнете эту расконсервацию, выяснять, что у вас там половина не летает, летает не так, но я думаю, вы знаете много всяких сообщений с линии фронта о том, что северокорейское все летает плохо и очень ненадежно. Поэтому одна, сама вся Северная Корея его не спасет, с Ираном я посмотрел, что будет, и каких-то третьих игроков, которые готовы поставлять прям именно оружие, я откровенно не вижу. Там с Мьянмой у них были какие-то переговоры, но тем не менее вот масштабных поставок, которые прям заместили бы Путину выбывающую ту же технику, ну вот не видно. Да, ракеты летают плохо, но, к сожалению, убивают мирных людей, потому что как раз они невысокоточные, поэтому прилетают по мирным гражданам. Российские регионы столкнулись с сильнейшим замедлением экономики с первых месяцев войны. Экономика российских регионов летом этого года начала резко замедляться. Индекс региональной экономической активности, который рассчитывает высшая школа экономики на основе данных по производству, говорит, что в июне обвалился почти на 10 пунктов. А вот в чем причина такого замедления и повлияло ли на это то, что теперь война идет и на территории РФ? Вот видите, это надо показать вот этим всем Лемонду или экономисту, или кому, который рассказывает, что там все очень классно растет, военная экономика и так далее. Если вы посмотрите на наши экономические показатели, то вы увидите очень четкое разделение на две части. Там по любому признаку, что там капитальные инвестиции, что промышленное производство, что зарплаты, вы увидите, что более или менее хорошие ситуации, там условно много денег в тех сферах, которые работают на войну. В тех сферах, которые работают на обычную гражданскую сферу, там ситуация гораздо хуже. Там нулевая или очень низкая рентабельность, или вообще убытки, инвестиции падают, персонала не хватает, зарплаты не покрывают инфляцию. Поэтому здесь вот эти регионы, которые с войной связаны, где есть какие-то военные производства, это все-таки ограниченное количество субъектов федерации. Ну может их там 20-30 тех, кто как-то нет выигрывает от вот этой всей военной экономики. Все остальные, которые с войной не связаны, там вот эти вот гражданские отрасли, которые испытывают огромное количество проблем, понятно, что они скорее всего будут находиться в депрессии, потому что военной экономики, как я уже говорил, на всех не хватит. Это только очень небольшой сегмент всего нашего экономического хозяйства. Я думаю, вот это вот главная причина, но и, конечно, то, что война идет и на территории России, это очень существенный фактор. То есть, весь вот этот кластер, который непосредственно прилегает к границам Украины и использовался как плацдарм для нападения, вся там вот эта вот Белгородская, Курская, Брянская области, ну, там откровенная экономика разрушена. То есть, оттуда и бизнес бежит, и люди бегут. Там есть вот 11 регионов, где уже более двух с половиной лет сначала полномасштабного вторжения в Украину, там закрыт аэроспейс, то есть, не летают самолеты. Это как бы очень серьезный удар по экономической активности, потому что тоже просто вот ездить, туда доехать, там, например, из Москвы в Краснодар. Раньше было относительно недалеко лететь, а сейчас туда ехать, там, два дня на поезде, ну, это сильно тормозит экономический оборот, экономическую активность, много чего еще. Это сельскохозяйственные регионы, где не разрешают поднимать сельхозавиацию, там, в воздух. Это затрудняет обработку полей, там, и много чего еще. Поэтому, да, конечно, вот в приграничных регионах, которые прилегают к территории Украины, там большие экономические проблемы, фактически можно говорить и о разрушении экономики, кроме того, там же еще дислоцированы вот эти всероссийские войска, которые, мягко говоря, они плюсов-то не приносят, то есть, они очень сильно затрудняют, там, гражданский трафик, потому что их надо там вперед пропускать, они, там, ограничивают самую разную экономическую и прочую активность, и так далее. Поэтому, вот еще раз, от того, что эти регионы фактически участвуют в войне с самого первого дня вторжения, это имеет такую серьезную негативную экономическую цену, и вот мы в том числе ее и видим. Ну и, кстати, наши коллеги с 1 плюс 1 снимали сюжет в суд же и общались там с местными, то они уже что-то совсем не рады тому, что Путин начал эту так называемую СВО, и даже некоторые просятся в Украину. Это было еще давно, то есть помните, когда были, даже еще пару лет назад вот начались первые рейды в Белгородскую область, вот этих российских добровольческих корпусов, то туда ездили в вот эти приграничные регионы корреспонденты из московских изданий и задавали вопросы. Люди прямо говорили, там их спрашивают, что вы думаете про происходящее событие, они говорят, ну если мы вам скажем, что мы думаем, то нас посадят на 15 лет, как вот вы знаете, что в России была введена эта статья за критику о вторжении в Украину, которая предполагает до 15 лет тюрьмы. Так что, конечно, большой радости там ни у кого нет и не может быть, но вы это видите в том числе и количеству беженцев, и потому что приходится там на их поддержку искать какие-то суммы денег. Кстати, вот интересно, там тоже корреспонденты ряда российских независимых СМИ там съездили, поговорили вот с этими беженцами из Курской области, ну все матерят Путина просто и там вопрос, зачем он это начал, уже не задают, задают вопрос, когда с ним уже там что-нибудь наконец случится. Владимир, какие прогнозы по инфляции на сентябрь? Вот что вы можете рассказать нам, зрителям, что ожидает россиян? Ну инфляции, все ждали, что она как-то среагирует на июльское повышение ставки Центробанка, плюс традиционно вот в августе, мы сейчас видим последние данные, которые у нас есть, это по августу месяцу, все ожидали, что будет традиционное снижение цен, дефляция, потому что идет урожай, появляется там плодовощная продукция, она обычно тянет цены вниз, это вот обычно так бывает, но в этом году не было ни одной недели в августе, где инфляция была бы ниже нулевой отметки, то есть отрицательной, она все время была либо одну неделю была на нуле, все остальные недели августа в небольшом, но плюсе, да, и это вот очень плохой признак, еще раз, там, что меня слушать, вот посмотрите на ютуб-канале Центробанка российского, вот свежую пресс-конференцию зампреда Алексея Заботкина, который вот его там пытали, что будет 13 сентября на заседании Совета директоров Центробанка, он увильнул от ответа, но сказал, что вот по имеющимся данным с момента прошедшего вот с июльского заседания ЦБ улучшений ситуации не наблюдается, и что теперь ключевой для них сценарий, который они рассматривают как весьма вероятный, это то, что инфляция, как он говорит, залипнет, и возможно по вот под влиянием ряда факторов будет происходить ее ускорение, потому что вот ну Центробанк уже не первый раз говорит, что экономика работает на пределе возможностей, рабочей силы нет, и она сокращается еще из-за войны, и все мощности, которые есть у предприятия, они полностью задействованы, а новых они создать не могут, потому что то, что санкции, потому что инвестиции не приходят, потому что нет доступа к необходимым технологиям, компонентам и оборудованию, и соответственно вот Центробанк открыто говорит, что в такой ситуации, если продолжать вбрасывать в экономику деньги, что власти и собираются дальше делать, потому что вот финансирование войны, это связано с огромными расходами и дефицитом бюджета, да, при этом, если не подтянутся ресурсы, то есть труд и производственные мощности, а они не подтянутся ниоткуда, то инфляция может как минимум оставаться высокой в течение неопределенного периода и может даже и ускоряться, вот о чем зампредсеба Заботкин открыто говорит, он такую интересную фразу, знаете, сказал, что произошло увеличение влияния факторов, которые слабо реагируют на сигналы денежной политики Центробанка, ну, то есть, короче говоря, вот эти военные расходы, они сами по себе очень сильно тянут цены вверх, производство за этим не успевает и никаких вариантов, чтобы все это дело как-то поменялось, нету, то есть, инфляция как минимум останется вот на нынешнем высоком уровне, это официально только 9% годового выражения, ну, и вот ЦБ открыто уже говорит о перспективе, что она может ускориться, можете сами посмотреть эту пресс-конференцию. Россия купила у Руанды 300 килограммов долларов, но если быть точнее, то 29 миллионов 200 тысяч долларов наличными, пишет об этом Верстка, а всего с начала войны Россия ввезла уже более 2 миллиардов наличными для расчета в обход санкций, а зачем Путину наличные доллары, зачем ему вообще доллары в России? Ну, несколько там есть моментов, первый, ну, на них высокий спрос, то есть, как бы, люди-то же не дураки, да, и в конце концов, ну, все, кто получше соображает и помнит еще наши исторические реалии, ну, вот, в моменты российских кризисов во что имеет смысл вкладываться, просто если вы хотите элементарно сохранить свои деньги и свои сбережения, ну, конечно, в наличную валюту, поэтому спрос на нее устойчиво высокий, у банков есть дефицит наличной валютой из-за санкций, это проблема очевидная номер один. Проблема номер два, которая, я думаю, что она даже может и главная, вообще Путин и вся вот эта вот абсолютно непрозрачная коррупционная экономика, она же держится на наличном обороте, то есть, иначе вот возникает вопрос, например, вот они там все чекисты пытаются получить контроль над каким-то крупным розничным бизнесом, типа ритейлер магнит или вот этот marketplace wildberries, да, вопрос, зачем им это надо, потому что там он вроде как прибыли-то не приносит, wildberries вообще так толком и не может выйти в прибыль за все вот эти вот годы, несмотря на бум онлайн-торговли. Ответ простой, что там очень много налички, которая, соответственно, максимально нужна им для вот этого всего теневого оборота, они же между собой рассчитываются по всяким разным коррупционным сделкам и прочим там внутренним каким-то своим вещам наличными деньгами. Ну и здесь ситуация такая, что наш российский деревянный рубль это не очень надежная валюта на перспективу, то есть они, когда там что-то планируют между собой по вот этим теневым расчетам, не входящим в официальный оборот, ну на какую-то более или менее длительную перспективу вы планируете в чем? Ну, понятное дело, в долларах или евро, потому что сколько будет стоить рубль, никто не знает, и скорее всего он там в горизонте год-два сильно похудеет. Поэтому, конечно, для той модели экономики с высокой долей коррумпированного теневого сектора, который есть сейчас, конечно, им нужна наличная валюта, вот они, очень интересные вот эти способы все, думаю, что это не последняя такая сделка, которая нас там удивит и посмешит кого как. Путин в Монголии обсуждал строительство силы Сибири-2 газопровода в Китай через монгольскую территорию, и по его словам проект этого газопровода сейчас проходит госэкспертизу, также Путин заявил, что рассматривается возможность поставок этого газа и для монгольских потребителей, ну а накануне множество китайских СМИ писали о том, что вот строительство этого газопровода отложили, потому что вот Китай требует снизить цены на газ с России, то что вообще сейчас с этим газопроводом Сила Сибири-2 и Китаю вообще он нужен? Ну вот смотрите, в мае 2015 года, то есть вот скоро уже 9,5 лет, прошло почти 10 лет с тех пор, как Газпром объявил, что они согласовали с Китаем основные условия поставок газа по вот этой Силе Сибири-2. Почти 10 лет прошло. За это время, вот внимание, китайская сторона ни разу не подтвердила вообще наличие интереса к этой трубе ни каким-то заявлением, меморандумом, просто хотя бы статьей или фразой в интервью. Ни одного подтверждения китайского интереса к вот этому газопроводу нет. Причин здесь несколько, я думаю, они довольно очевидны всем, кто хоть чуть-чуть знаком с газовым рынком, Китаю не нужно столько дополнительного газа. То есть, Путин-то что хочет? Он хочет заместить вот этот потерянный экспорт в Европу в больших объемах. То есть, ему надо продать Китаю не меньше там 50-100 миллиардов кубометров в год. То есть, это большая труба с серьезной пропускной способностью, это не какой-то маленький газопроводик там. Вот. И его и не имеет смысла экономического строить и тянуть эти трубы из Западной Сибири в Китай. Это очень далеко, это многие тысячи километров, если не придать этой трубе прям большой объем с точки зрения поставок. Китаю большой объем не нужен, потому что у Китая есть большая собственная добыча, и она растет все время. Китай это одна из крупнейших газодобывающих стран в мире. И, кстати говоря, у них довольно большой потенциал по вот этому сланцевому газу, примерно как в Америке. Они сейчас пытаются это развивать. У Китая огромные мощности по приему сжиженного газа в море из самых разных стран, которые его производят, поставляют, там Австралия, Малайзия, Катар, кто угодно. Соединенные Штаты тоже поставляют в Китай сжиженный газ танкерами. Следующее, у Китая очень большой контракт на закупки газа из Центральной Азии. То есть, это больше 60 миллиардов кубометров в год. Это гораздо больше, чем поставляет Россия. Китай сделал приоритетную ставку именно на Туркменистан и другие страны Центральной Азии уже давно. В сухом остатке у него остается незакрытая ниша, может быть, ну, 10 миллиардов кубометров в год, ну, может, 20, да. Но точно не 50 и не 100. Это первое. Второе, конечно же, поскольку тянуть газ из Западной Сибири очень дорого, то Путину нужна высокая цена для того, чтобы газ в Китае продавать, чтобы хотя бы минимально это все обеспечивало какую-то безубыточность. Зачем Китаю платить высокую цену, когда он может газ взять везде, где угодно? В Центральной Азии покупать жиженый газ морем, добывать на собственных месторождениях. То есть здесь эта вот развилка была очевидна очень давно, поэтому эти переговоры-то там никогда не было и подвижек за минувшие все годы и десятилетия. Вот я вернусь к началу о том, о чем я говорил, что за 10 лет газпромовских утверждений, что мы согласовали основные условия поставок по силе Сибири-2 и осталось вот чуть-чуть, китайская сторона ни разу не подтвердила, что она вообще готова этот газ покупать. Просто даже ноль слов на эту тему сказано. Так что я думаю, там ничего и не будет и Путину только что и остается это вот изображать, что пока с Китаем идут какие-то переговоры, то вот мы тут что-то решим с Монголией. Но Монголия же не купит весь этот газ, поэтому это все такое сотрясание воздуха. После массированной атаки украинских дронов в ночь 31 августа на 1 сентября московский НПЗ приостановил работу установки комбинированной переработки нефти говорят, что на эту установку приходилось около 50% общей мощности завода по первичной переработке нефти. А вот такие удары именно уже по московскому НПЗ какой имеет эффект для России? Вообще большой, если вот действительно они попали в эту установку первичной переработки. А так вот я смотрел довольно такие внятные хорошие съемки там, то есть это прям серьезный удар прям вот в самое производственное оборудование, а не какие-то там складские помещения, как российские власти говорили. Ну посмотрим, надо будет ждать каких-то более детальных подробностей об этом, но так вот видно, что это удар серьезный. Московский НПЗ это один из крупных и современных нефтеперерабатывающих заводов. Более того, ну понятное дело, что он основной поставщик именно столицы крупнейшего региона потребления нефтепродуктов и его очень сильно модернизировали в последнее время. Там высокая глубина переработки, более 80%, высокий выход светлых нефтепродуктов, прежде всего высокооктановых бензинов. Думаю, что это может такую серьезную проблему создать и тем более, что недавно на предыдущей неделе был очень серьезный пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Это тоже крупнейший и, наверное, самый современный нефтеперерабатывающий завод вообще в России. Думаю, что вот эти два-две истории с Омским и Московским НПЗ, они могут создать большие проблемы, потому что там видно, что за эти прошедшие месяцы починить очень многие из единиц оборудования, поврежденных и украинскими дронами, и сломавшихся там из-за дефицита обслуживания, из-за санкций, им не удается. Из-за этого, например, они, там, российские власти засекретили полностью данные о производстве нефтепродуктов буквально неделю назад. По бензину еще с мая это было закрыто, но они в целом просто убрали вообще всю информацию о производстве нефтепродуктов, чтобы нельзя было вычислить ничего там. Может им вообще всю информацию скрывать и дальше, если уже и по бензину, и по нефти? Да, а мы как бы видим, то есть на фоне, пока мы читаем издание, как российская экономика расцветает пышным светом, параллельно идет другой процесс, что они закрывают вообще просто все данные, то есть у нас и курса валюты теперь официального нету, и по нефтепродуктам, и по нефти полностью все засекретили, ну и много еще чего. Вот смотрите, там есть еще второй важный косвенный признак, что очень резко растут цены на высокооктановый 98-й бензин. Они с начала августа, даже еще до конца месяца выросли примерно на 3 рубля за литр, и до примерно 75-й, и с начала года выросли больше, чем на 7 рублей за литр, то есть более, чем на 10%. Это говорит о том, что у них не получается починить именно те установки, которые производят высокооктановый бензин, на котором ездят современные автомобили. Поэтому эффективность этих в том числе ударов по НПЗ, видно, что она довольно высокая, но вот сейчас это возобновилось, наверняка это на рынке нефтепродуктов скажется довольно сильно. Кстати, очень интересно, что было в Омске, потому что, я думаю, Путин думал, что туда точно украинские дроны не долетят, но вот этот взрыв, говорят, был очень мощный. Да, там в любом случае, например, если какая-то диверсия была, все это оборудование очень уязвимо. То есть, что такое Московский НПЗ, это просто огромная территория, вот эти установки все, они очень-очень крупные, то есть, обеспечить им физическую защиту, просто каждый квадратный метр контролировать с учетом территории, это просто невозможно. Кто изучает всякие гугл-карты и прочее, то, что со спутника видно, ну просто посмотрите, насколько это невероятно огромная территория, и учитывая наш весь дефицит кадров и дефицит персонала, там, конечно, каждой установки охранник это в общем-то не поставишь, поэтому там кроме ударов дронами видно, что возможны диверсии, и вот может быть это вот что-то из этой серии, но тем менее, еще раз, оборудование это очень уязвимое, и важный, конечно, момент, как мы видим под другим заводом, что его даже Китай не может производить, то есть это уникальные установки, которые делают прежде всего американцы и немцы, это очень там многими десятилетиями вот это высокоточное производство оттачивалось, да, поэтому заменить это все потерянное оборудование будет им очень сложно, вот видите, что уже вторая половина года в разгаре, а они из этого нефтеперерабатывающего кризиса так выбраться и не могут. Российские энергетики представили новые оценки дефицита генерации в стране, которые в пиковые моменты превышают существенные мощности в регионах почти вдвое и говорят, что даже есть риски масштабных отключений в центральной России и в других регионах страны, то есть верные отключения электричества неизбежны? Посмотрим, что там было, то есть опять же информация пока ограниченная и, например, вот удар по Конаковской ГРЭС в Тверской области, он выглядел опять же довольно серьезно, если просто вот так внешне оценивать с учетом моего опыта, Конаковская ГРЭС это одна из крупнейших станций в так называемой ОЭС объединенной энергосистеме центра, это где-то примерно 5% установленной мощности, то есть там всего 50 гигаватт, а она там типа 2,5, поэтому это всегда такая была базовая станция, в том числе для обслуживания Московского региона, поэтому если там серьезное повреждение основного оборудования, вот подчеркну, что мы пока не знаем, то это может иметь очень серьезные последствия, там же что, что у нас пик нагрузок, понятное дело, из-за климата, он приходится вот на зимние как раз месяцы, и вот в Московском регионе, в ОС-центре было такое традиционное всегда напряжение, то есть в том числе приходилось внешний переток использовать, потому что своих мощностей не хватает для покрытия спроса, а у нас вся экономика российская, она как бы все набухает и набухает именно вот вокруг Москвы, поэтому нагрузки с годами конечно здесь дополнительно растут, так что вот если еще там какие-то удары могут быть по электростанциям в Центральной России, это может создать зимой серьезные проблемы, еще один удар был по Каширской Гресс Подмосковье, но она не работающая, то есть там блоки были выведены из эксплуатации и новые их планировали ввести там по-моему тоже не ранее 28 года, поэтому здесь это вот попадание было с точки зрения текущего энергобаланса скорее мимо, но вот Конаковская Гресс Тверской области это серьезная история, будем следить за данными тоже как по бензину скорее всего это будет с лагом некоторым понятно, но вот эти объекты они крупные и очень серьезные Московские НПЗ, Омские НПЗ, Конаковская Гресс это прям такие серьезные энергообъекты, которые много дают российскому энергорынку. Владимир, огромное спасибо вам за разговор, за то, что вы нашли время для нашего эфира, я желаю вам хорошего и спокойного дня и напомню, что Владимир Милов был с нами на связи. Субтитры сделал DimaTorzok